Попасть в Международный детский центр «Артек» можно не только ребенком, но и будучи взрослым. Такой возможностью могут воспользоваться советники по воспитанию. Все педагоги проходят обучение в одном из лучших лагерей страны. Мы ездили туда на повышение квалификации, деятельность советника по воспитанию и взаимодействие с детскими общественными объединениями. Так называлась наша программа. У нас были разные практикоориентированные занятия. Это и менеджмент в образовании, и конфликтология, и взаимодействие с родителями, с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию. Вместе с директором «Артека» и министром просвещения Российской Федерации Лидия отправилась покорять вершину лагеря – гору высотой 577 метров. Педагог прошла специальный отбор среди других советников по воспитанию, а также поучаствовала в физической подготовке. Важно, что в «Артеке» прошло учредительное собрание общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Закон о создании такого движения 14 июля подписал президент России Владимир Путин. Так планируется создание единой организации, куда будут ходить все существующие. Лидия Савишна, находясь в «Артеке», задала вопрос о будущем пионерского движения Сарова. Я рассказывала о том, что у нас в Сарове сохранилось пионерское движение, и что у нас также проходят и посвящения в пионеры, и рассветы. Все были настолько удивлены о том, что у нас такие традиции, и сказали, что пионерия ни в коем случае не потеряется в этом большом движении, и также будет в нее входить. Лидия, являясь председателем Союза детских организаций «Сияющие звезды», координирует деятельность пионерских дружин города. Придумывает новые акции, проводить мероприятия девушкой мотивируют школьники. На самом деле, сейчас очень динамичный мир и много возможностей, как и для педагогов, так и для детей. И когда я работаю с активистами и вижу, как они стремятся достигать, стремятся узнавать, я понимаю, что я не хочу от них отставать, я хочу двигаться с ними в ногу. Детско-общественное движение – это творческие активности, развитие лидерских навыков, погружение в современные технические и гуманитарные профессии. Каждый ребенок может попробовать себя в разных направлениях, получить знания, которые ему пригодятся в школьные и студенческие годы. Ульяна Скородумова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов, Служба новостей, САРУ-24.